Значит, смотри, Оль, по поводу будущей войны. Вот когда выжившие начнут стряхивать с лысин радиоактивный пепел и вычислять причину, как все это могло произойти, если они будут, то, конечно, выяснится при самом даже поверхностном и при самом глубоком взгляде на эти вещи, что причиной была совершенно дурацкая, не стоявшая выеденного яйца геополитическая игрушка Кремля от юго-восток Украины. Потому что это то единственное место, абсолютно не стоящее, она абсолютно бессмысленная. До сих пор никто не может сказать, зачем она вообще понадобилась. И зачем нужен был этот кровавый замес. Сейчас понятно, кто является автором этого кровавого замеса. Россия в лице ее, скажем так, полномочных представителей там так долго и так тщательно бахвалилась тем, что именно она является основным автором этой ситуации, что понятно, что это именно она разожгла Донбасс. Причем зачем нужно было делать такую жадную и такую опасную игрушку, никто не понял. То есть Россия будет, в общем, и закличником этого конфликта. И обрати внимание, она в мире, наверное, единственная, которой нечего терять. Потому что на данный момент нет науки, нет технологий, нет уюта, нет комфорта, нет безопасности, справедливости судов, правда, нет даже культуры как таковой. Это все только названия абсолютно неживые. Нет рубля. Он как был деревянным при совке, так он и остается деревянным и деревенеет еще больше. Только вот инструктора обкомов, горкомов, они обросли бороденками, и портреты картавого экономиста Ленина на лацканах сменили на изображение древнееврейского раввина на груди. А все то же самое. Но, правда, сменили они эффективно, потому что если инструктора обкомов и горкомов долго растекались мыслями по древу о роли пролетариата, о Ленине, о созидательном труде, эти прямо цитируют послание кремлянам. Всякая душа властям, придержащим, да, повинуется. Все коротко, ясно и без лишних слов. При том, что цену этой веры, например, я имел возможность оценить совсем недавно. Я в интернете как раз копался в новостях для себя и обнаружил, что весь интернет завален объявлениями ювелирными о крестиках с примеркой. То есть крестик с примеркой. То есть привозят, ты имеешь возможность примерить, идет он тебе или не идет. И с доставкой. То есть мы видим, что только папы сменили инструкторов, на самом деле ничего больше не получилось. И терять нечего. Не знаю, комсомольские значки никто не мерил, нормально все было. Да ты знаешь, основоположник тоже не примерял крест, который ему идет больше. Это верно. Да. То есть терять особо нечего. А за много лет накопилось такое количество вранья, которое надо списывать. А лучший способ списать вот это вот масштабное вранье, засунуть в огонь. Но современное, в общем, вранье не во всяком огне уже горит. И нужен по возможности ядерный жар. И Кремль, конечно, все равно до него доиграется. Рано или поздно. И даже если бы он хотел, он вот эту вот лавину запретов, репрессий остановить уже не сможет. Он, кстати говоря, и не захочет. И от этого никуда не деться. И если мы видим, что да, действительно создан некий чрезвычайно опасный очаг, который может стянуть все беды и все несчастья для цивилизованной части мира, то мы видим, что хотя соединенными усилиями Бигфорда в шнур, который к взрывчатой части протянут этого Донбасса, его всем миром и усилиями гаснет, но Россия непреклонно зажигает снова и снова и ждет, пока огонек добежит. Ведь я тебе могу сказать, и вот отвечаю тут на вопросы зала, что распад Советского Союза был абсолютно естественным событием. Да, конечно, там вокруг плясали какие-то агенты, но это были, скажем, колдуны, которые дождались ливня и всех теперь убеждают, что он произошел только благодаря их заклинаниям. На самом деле, цитно был абсолютно естественный процесс. Я видел, как превращало, как перемалывало в пыль людей эта совковщина, когда вот перед тобой сидит в Кремле твой знакомый, товарищ, ну вот открыли форточку, и он рассыпался прямо по столу серой пылью. То есть это все было естественным процессом. Вот попробуй там развали Швейцарию, да, сейчас. Я думаю, что у всего мира не хватит никаких усилий это сделать.